В Японии с апреля вступают в силу очередные поправки, которые дают женщинам больше прав. Теперь компании со штатом свыше трех сотен человек должны обеспечить сотрудникам полное гендерное равенство. Необходимость внесения изменений в законодательство появилась после того, как женщины стали чаще говорить о притеснениях на работе в связи с беременностью. Ну а в правительстве считают, что представительница прекрасного пола это прежде всего столь необходимый сейчас для страны трудовой ресурс. О проблемах гендерного неравенства в японском обществе в нашем следующем материале. Вступление в силу очередных поправок в часть новой правительственной политики. Она таки называется вуминомикс. Ее главная цель создать для женщины такие условия, чтобы она могла быть не только хранительницей семейного очага, но и полезным сотрудником. Компания в поддержку гендерного равенства предусматривает и стимулирующие меры. С прошлого года в Японии субсидируют предприятия, продвигающие представительность слабого пола на ответственные посты. В целом, если сравнивать сегодняшнюю картину с 2004 годом, ситуация в стране заметно улучшилась. Процент работающих женщин вырос с 57 до 68. Это большой прогресс. Но все равно у нас очень мало женщин на управленческих должностях. Всего 10 и 100 процентов. Будь то политика, государственная служба или частная компания. Если количество работающих женщин и мужчин в Японии сравняется, то ВВП страны может увеличиться на целых 15 процентов, считает Кэти Мацуи. Пока же страна восходящего солнца в рейтинге гендерного равенства занимает 101 место. А советы директоров всего на 2 процента состоят из женщин. И это один из самых низких показателей среди промышленно развитых стран. И проблема не в отсутствии у слабого пола амбиций, а в отсутствии понимания со стороны руководства в таком деликатном, но важном вопросе, как материнство. Когда я вышла в декрет, мне было очень сложно. Я получала всего половину зарплаты раз в два месяца. Для меня это было очень накладно. Мне приходилось жить на сбережения. Японские компании редко приветствуют желание сотрудниц уйти в декреты. Хотя закон запрещает увольнять беременных, в ход идут другие способы. Чаще всего оскорбления, унижения, откровенная травля. Одним словом, здесь это называют матахара, сокращенное от maternity harassment. Это переводится как притеснение по беременности и родам. Мне нравится, что закон поддерживает женщин, уходящих в декрет. За нами теоретически закрепляется место. Плохо лишь то, что абсолютно не обговаривается, как это сделать, когда сам сталкиваешься с этим. На словах все легко, но вернуться гораздо сложнее. О возможности для женщин сиять в экономике уже не раз говорил премьер-министр страны Синзо Абы. По его плану, уже через 4 года треть управленческих должностей будет принадлежать представительницам слабого пола. Однако статистика не вселяет оптимизма. По официальным данным, 64% всех работников в стране – женщины. Но больше половины из них вынуждены работать на полставки. А значит, их потенциал используется также. Всего на 50%. Жадра Джайзне, Геремура Залиева, Жулды, Сатагильдиева, 24КЗ.